Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу еще прям пару минут занять ваших и поговорить еще раз о поливе, о первом поливе именно при высадке томатов в теплицу. Когда я выложила ролик «Нельзя поливать целую неделю томаты», пришло несколько комментариев, и возможно люди не поняли. И мне один мужчина написал, это не везде правильно, в разных регионах по-разному, но возможно вы не слышите, что я там сказала, что этот срок зависит от погодных условий. Да, у кого жаркие регионы, он может сузиться, уменьшиться, например, не 7 дней, а там 4 или 5 или даже 3. У кого прохладные регионы, вот пишут, как везде, даже можно 10, некоторые даже 2 недели не поливают. Вы смотрите по своим условиям, по обстоятельствам, но главное, что я хотела донести, это принцип высадки и полива, что первый раз при высадке мы поливаем очень обильно, то есть делаем влагозадел, а потом не поливаем несколько дней. Вот у меня вот эти томаты высажены, вот написано 23 апреля, Настенька, Королевский, госпожа, удача. Сегодня 30 апреля, я не поливаю их целую неделю, ну видно, видите, грунт сухой, сухой и здесь, даже земля, ой, уже здесь травинки выросли, и тут сухой. Я не поливаю, но томаты не привядшие, не такие как не засохшие, даже несмотря на то, что у нас сейчас жаркая стоит температура. И те томаты, которые я тем более в поздние, еще позже высадила, они вот неделя, даже 10 дней, я, наверное, через 3 дня буду поливать, потому что я туда вот углубилась, вот если туда копнуть хорошо, видите, там уже грунт влажный, он уже не такой сухой. И то, что я хотела о чем сказать, главное, что соблюдать принцип, пока у нас томаты вот мы посадили, пока они просто воткнуты в землю, но не растут, и нет сцепки у них с грунтом, то эти дни лучше не поливать. Конечно, у всех они зависят от региона, от погодных условий. Кто-то будет ждать всего 5 дней, и все у них засохнет, если сильно жара. Кто-то может и 10, и 2 недели не поливать, если, например, влажно. Все зависит от грунта, в какой вы посадили. Я вот зашла в эту теплицу, есть разница, или вы заходите в горячую теплицу с сухим грунтом, или с влажным. Я когда зашла, у меня грунт был влажный, у нас недавно только что все растаяло, поэтому мне этот влажный грунт позволит не поливать еще дольше. Вот все, о чем я хотела сказать. Конечно, у каждого свои условия, свои регионы, но главное соблюдайте принцип, что когда томат только-только у нас высажен, и он еще не растет, можно сказать, а просто воткнут в грунт, эти дни вы ждете хотя бы 3, 4, 5 дней. Дайте сцепиться корням с грунтом. Только после этого можно проводить полив. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Еще раз о поливе при высадке томатов.